Всем здравствуйте! Сегодня у нас история будет от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, где-то буду останавливаться, выдадить свои комментарии, я в том числе. В общем, разберем эту историю. Если вам нравится такой формат видео, подписывайтесь, ставьте лайк, распространяйте в соцсетях это видео, оно будет всем полезным. Так что давайте приступим. Итак, Гарина, здравствуйте! У меня сложилась непростая ситуация. Год назад мы познакомились с моим будущим мужем на работе. Мой будущий муж турецкого происхождения. Отец его умер, осталось только мама и две сестры. После знакомства с ним я поняла, что это мой человек. Умный, порядочный, не обманывает, любит меня так же, как и я его. Вместе счастливы, но его мама меня не принимает. Тетя радостно общается со мной, хотя мой турецкий практически равен нулю. Дело в том, что в ходе наших отношений он мне рассказал, что женат. Но брак не сложился и, к сожалению, он пытался много раз сбежать от жены. Но давление семьи, их неодобрение его сдерживало. Их брак длился 14 лет, и он подал на развод. Но она не хочет разводиться. А он не хочет приезжать в родительский дом из-за того, что они устраивают ему скандалы. А он всего этого не хочет. Я тоже не хочу, меня это беспокоит очень. Так, я здесь остановлюсь. Смотрите, да, есть такая тема, когда одна из сторон подает на развод, другая сторона отказывается. Я сейчас не знаю законодательство на данный момент, но несколько там еще лет назад. Я не обновляла, скажем так, данные. Данные были такие, что дается 3 года на примирение сторон. То есть, условно, подал ты заявление, хочешь развестись в одностороннем порядке, без каких-то веских причин. И если сторона отказывается, и как бы это вызывают на переговоры, назовем так, на встречу с адвокатами. И она говорит, я не хочу, я хочу попробовать помириться. Ну, например, реально надо тянуть время, и тогда какие-то свои нюансы есть. И дают 3 года на примирение сторон. И если через 3 года никаких подвижек не было, вы не помирились, и никто из вас не пришел сказать, типа, да, мы все-таки разводились. Ну, то есть, вторая сторона не дала согласия, то через 3 года у вас запускается автоматический бракоразводный процесс. Вы опять идете, там, условно, адвокат ваш делает запрос, поднимается дело, и вы говорите, вот, смотрите, срок давности, 3 года прошло, давайте начинать, мы не помирились и так далее. То есть, ей время на подумать, там, на помириться было дано. Ну, есть вариант супруги, да. И начинается этот, скажем так, бракоразводный процесс с инициации одной стороны. То есть, условно, вторую сторону принуждает к тому, что развестись. То есть, ничего не поменялось. Время дали на примирение, оно закончилось. Так что, да, он может у вас попасть в этот временной лаг. То есть, конечно, ответственности себя я не снимаю. Это то, что начала отношения с женатым мужчиной. Ну, и он просто был заложником ситуации. Возможно, так нельзя говорить, он взрослый человек, но разве не вам знать, как дела обстоят в турецких семьях? Ну, я это и объяснила, да, можно стать заложником на три вот этих года для перемирения и всего прочего. То есть, условно, если ты хочешь развестись, и вы там вместе не живете, не общаясь, еще не знаешь, что тебя тут же пошел и развели. Есть такая проблемка. В общем, живем мы уже год вместе, работаем тоже вместе. Мы по-прежнему счастливы, но стоит поднять трубку от аннем и многоточия. Его бывшая жена живет рядом с его матерью и постоянно захаживает к ней в гости. А они уже успели подружиться за такой период времени. То есть, за 14 лет вы имеете в виду. Ну, естественно, она же ее невестка. Как мне лучше поступить в этой ситуации? Как наладить отношения между нами? Стоит ли мне туда приехать, увидеться с ней, познакомиться? Я же ни разу не была там, как вы понимаете. Драк я не боюсь. Если они нападут на меня, я могу дать отпор. Ну, и он меня тоже защитит. Смайлики. Хочу еще отметить, что когда она была молодая шнаслетняя девушка, она сбежала с одногодкой парнем по любви. И так появился на свет мой будущий муж. То есть, это про свекровь. Мы очень хотим пожениться, но обстоятельства нам мешают. Что нам делать? Пожалуйста, подскажите, что ей сказать, как с ней разговаривать, мне и ему. Слушайте, ну, спасибо вам огромное заранее за ответ. Смотрите, вы мне спрашиваете, что вашему избраннику говорит своей маме? Это он должен знать, это раз. Два, не решайте за него его проблемы. Иначе он никогда самостоятельным не станет. Три, зачем вам с ней мириться, знакомиться, идти на что? Зачем вам это делать? Проблема здесь. Я сейчас расскажу ситуацию, что произошло. А уж что там делать, вам, наверное, в комментариях напишут. Или я что-то могу сказать. Выводы, по сути, сами сделайте. Я вам объясню механизм, что произошло. Или для тех, кто может быть в подобной ситуации. Что произошло? Как в идеале бы должно было быть? Вот так расскажу. И вы потом примерите свою ситуацию на этот идеал. И посмотрите, в чем как бы косяк произошел. Да, сбой системы. Он был 14 лет в браке. Подает на развод. Разъезжается со своей женой. Неважно, любит его мама, невестку не любит. Она в любом случае для нее, для общественности, для родственников остается ее невесткой. Она остается его женой. Янге в их семье. Допустим, они вместе не живут. Она отказалась от развода. Это его единоличное решение было. Три года на подождать, о которых я раньше сказала. Он с вами начинает заводить отношения, съезжается, начинает жить. Ну, три года ждем. В идеале ему надо было скрывать, не заводить отношения или их скрывать в течение этих трех лет, чтобы не усугубить свое положение. Вот сейчас его жена может насобирать компромат на него и условно как-то доказать, что, ну или врать, по сути, оклеветать о том, что вы вообще с ней, она с ним рассталась, разъехались, что вы появились, что он вам, с вами ей изменяет. И оттяпывать у него все, что есть финансовое при разводе. Для нее, вы смотрите, традиционная история. Его мама сбежала когда-то полюбитой. То есть, видите, запрет каких-то там отношений в историях семейной был. Ей ее жалко. Они там, да, юнгетов, очень многие турецкие мамы, даже если их сын золотце разводится, очень часто они принимают сторону невестки, даже если они ее не любили, по сути, все 14 лет, а вот тут развод. Им становится ее жалко. Потому что развод для женщин это клеймо, это аип, это позор, потом трудно построить новые отношения. Бывают, я очень много даже знаю таких случаев, когда отношения были не очень хорошие, но когда наступает развод, свекровь начинает жалеть свою невестку. Ее просто по-женски, по-человечески здесь в обществе, она понимает ее позицию, ее становится жалко. Или она может ее жалеть из-за общественного одобрения. То есть она должна это показывать, она должна быть деликатной, она должна быть, если она хочет всеобщего принятия родственников и так далее, играть вот эту роль. Может, она ее не любит. Но показать, что она ее поддерживает, она должна. И должна в смысле, да, для одобрения. А тут мало, извините, старого поколения взрослых людей, которым не важно, что о них скажут. Это прогрессивно, это единицы, это только в основном Стамбул, Анкара, Измир и так далее. И явно никто и не из провинции. Это единицы людей, таких вообще поискать, короче, надо. Здесь в основном для старшего поколения важно, что о них скажут. И они играют определенные роли, социально приемлемые здесь в обществе. И тем более, как вы описываете, да, они спелись, у них мир, дружба, жвачка, короче говоря. Они вообще обдумывают, как сейчас, знаете, сейчас еще атака, какая будет на вашего избранника. Они будут стараться его затянуть обратно, вспомнить любовь, как было хорошо. Либо родители вообще категорично будут ставить условия. Ты нам сын, если не разведешься и так далее. Максимально оказываться будет давление. И тут не вам надо бежать к ней знакомиться, располагать к себе, стелиться перед свекровью и так далее. Все, что угодно, короче, располагать как-то к себе, устранять соперницу законную, на минутку, жену или еще что-то. Не вам это надо делать. Это вопрос вашего избранника. Это он должен сейчас выдержать напор манипуляций его семьи и его бывшей супруги, которая только становится бывшей. Ему по факту надо выдержать эти три года. Если законодательство не поменялось, может, еще какой-то другой срок, не знаю, прообновите, если что, пошагите в интернете. Так что вы можете его только поддерживать. Говорите, я с тобой, я продержусь эти три года, потому что вам деваться некуда. Вам либо расставаться, либо же делать с ним три года. Разговор очень короткий. Я бы посоветовала в этой ситуации не заводить детей никаких, пожалуйста, не делайте таких ошибок. А беретесь проблем, хлопот, и это никак не сподвигнет его развод и ускорение. Это может быть, если он придет, назовем так, в суд по разводу и бумажку принесет свидетельство о рождении нового ребенка, это может как бы как и в плюс, скажем так сказать, а может в огромный минус. Это будет очередной супер, ну если он денег потеряет, да фига, отступны, не замучаетесь расплачиваться. Потом он вообще и без денег останетесь, когда он развод получит, то будете без денег. Короче говоря, это такая долгая история, лучше спокойнее здесь реально подождать эти три года. И я вообще вам лично, как человеку, да, хочу сказать. У вас есть странный какой-то запрос. Как мне с ней подружиться, как вообще общаться, зачем туда лезть? Вас туда не звали, вас там не ждут. Ваш муж, будущий, не знаю, избранник, сбежал вообще оттуда, потому что он боится давления на самом деле. Вы его поддерживаете, вместе вы сильные. Но вам туда лезть, вы знаете, если вы туда лезете, найдете навстречу, либо пытаетесь подружиться и так далее, к себе расположить. Во-первых, не время вообще, вас там не ждут. Вы там враг сейчас. Вы можете поехать знакомиться, когда он разведется, пройдет какой-то промежуток времени, несколько месяцев, родители это примут, потом только с вам знакомиться ехать. Не раньше, я бы не стала лезть вообще на рожон. Вы просто свою физиономию, показывая там, закрепитесь в статусе врага. И когда пройдет развод, и они вас уже как бы знали еще в процессе в этом, никто вам там никогда рад не будет. Вы там хоть постелитесь, я не знаю, золотой дорожкой им бы простелить, не знаю, листочки роста, им подарками завалить, вас никогда там не примут. И вы не в тот момент, не в то время там показываетесь, да, не на тех позициях. Там есть сейчас официальная жена, вот все, которая еще и дружит со своей свекровью. Как бы, что туда лезть? Просто я к вам. Если вы хотите туда вообще показаться, там как-то зафиксироваться, типа решить ситуацию, к себе расположить, внимание свекрови завоевать, зачем? У вас какие-то проблемы с самооценкой? Или вы хотите таким образом помочь и спасти своего супруга будущего, вот эту ситуацию? Это не ускорит процесс развода вообще, наоборот, он может отсрочить, проблему только вам сделать. То есть вообще, зачем вы бежите впереди паровоза, из-за мужика решаете его проблему? И вы меня даже спросили, как мне и ему разговаривать с его мамой? Ну, простите, взрослый мужчина, 14 лет в браке был, ему сейчас где-то лет около 40, да, там 30-40. Он явно знает, как со своими родителями говорить, со своей мамой и сестрами своими, найдет уж общий язык. А если он такой безмолвный, и его спрашивают, а как мне с мамой быть? Вы вообще подумайте, какого мужчину вы нашли, который даже не может решить проблему со своими женщинами в семье? А как он с вами вообще в жизни, в семье будет проблему потом решать, если сейчас он ничего сказать не может? Вы за него всегда будете впереди лезть, давать ему советы, решать проблемы? Это вы себе на шею всадите. Вы себе на шею всадите ребенка, который боится сейчас открыть рот для своей мамы. Ну уж извините, раз подписался, это собрался разводиться, это волевое решение, молодец, хвалю. Но будь мужиком до конца, и выдержи вот этот накал, давление, ты знал, на что ты идешь в конце концов. И надо было быть где-то посмышленнее, похитрее ему, и не показывать отношения, скажем так. Сейчас максимально не вредите этому, вы своим появлением только хуже сделаете. А вам из этой ситуации надо сделать вывод, что не надо бежать впереди паровоза, и за мужика что-то решать. Пусть сам, это его, понимаете, кризис, это его желание отстоять свою позицию у родителей, у мамы, в частности, в ее глазах. Если сейчас вы ему поможете, она потом будет им дергать, манипулировать, лезть к вам в отношения. Вам это надо вообще, если он сейчас ей нет сказать, пусть все делится, уж половину разрежет, вот прекрасный повод есть. Если вопрос, что мне вообще делать, да, сейчас вам поддерживать вашего супруга, и туда вообще не залазить, пока он не получит штамп по разводе. Все, вы ничего больше сделать не можете. Все остальные ваши действия могут навредить и разводу, и процессу, и никак не установят лучше отношения с свекровью. Сейчас у нее есть официальная невестка, у него есть официальная жена в процессе бракоразводном. И его жена сейчас максимально манипулирует своей свекровью, стараясь через нее воздействовать на своего супруга, чтобы он вернулся к ней. Так очень многие делают. Потому что он тот, кто не может с мамой сказать нет. К сожалению, вот так. И на самом деле, в этой ситуации, если вы будете лезть и туда, пытаться с нами познакомиться, о чем-то с ними говорить и так далее, это будет конфликт женщин. Он вообще самоустраняется. Это перетягивание каната между женщинами, прошлой жены и новой, которая хочет на это место. А манипулятор здесь главный, мама, как бы, на самом деле. Она должна... Ну, она никогда на вашу сторону не станет. Вы для нее пришедшая невестка, которая пришла на святое поле. Мой сын 14 лет был в браке, официально приемлемым. На свадьбе друзья, гости, родственники гуляли, пели, подарки, деньги дарили. Ну, если перегуляли у них. У некоторых гуляют, у кого-то нет, да? Не пьют сок, я имею в виду, там, не знаю, айранчик и так далее. Ну, вы поняли, да? Иду, здрасте. Она что, воспринять, что ли, должна быть? Смеетесь? Никогда этого не будет. А я вам другое видео сниму на эту тему, расскажу про то, про свекровие, почему они не принимают своих невесток, когда их дети, например, сыновья были в разводе. Об этом будет следующее видео отдельное. Слишком много получит информации. Так что, если надо такое видео, напишите в комментариях. Обязательно сниму. Пишите в комментариях ваши отношения к этой ситуации, что можете посоветовать девушке, как ей поступать, что делать. Надеюсь, я вас не разочаровала своим ответом и вы ждали от меня прям каких-то действий, слов, что я вам объяснила, как больше психологически, что не надо лучше делать, да? В инфобоксе под видео я оставляю свою почту. Туда вы можете написать, если вам нужна индивидуальная консультация со мной как к психологам, я вам вышлю стоимость расценки и условия консультации. Вы можете прислать так же, как автор этого видеописьма, историю вашу от анонима. Я зачитаю видео в формате, отвечу. И подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Ссылка в инфобоксе. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok